Пу-пу-пу, дисклеймер. Венок Базилла. Здорово. Ты получил венок. Замечательно. Так, понятно, арбуз пустой. Надеюсь, драться мы не будем. О, нет, в одном из... А, это конец мира. Так, а что я тут пройти не могу? Ага, то есть мы назад шагать не можем. Можем только вперед, да? Понял. И где-то там невидимо... О, Базилл, здорово. А, Морь, ты вернулся за мной. Это мой венок? Я так рад, что ты нашел его. Давай выбираться отсюда. Я пойду за тобой. Да, а что... Ну, ты тут явно подольше, чем я. Мог бы, конечно, и найти путь пока. Выращивать арбузы здесь было весело. Но я очень скучаю по своим цветам. Как они там? Ты заботился о них, пока меня не было? Заботился. Но с ними произошло что-то непонятное. Они так грустили, беся, что самоубились. Но ты не переживай. Главное, что это не я. Все. Арбузы правда очень вкусные. Раньше мы постоянно ели их на пляже. Я все еще четко помню кила с арбузными семечками на лице. Летние каникулы с друзьями были сами мои лучшими. Правда? Ой-ой-ой. Прям стыдно немного за цветочки. Не, ну я-то знаю, что это не моя вина. Тюб. Что за приколы? Ой-ой-ой-ой. А что темнее? Это... Куда? Свет включите. Да ты издеваешься. Еще больше арбузов. Мне прям все надо... Ой. Не, это не я сделал. О, ключ. Ты получил ключ. Здорово. А с тобой что? Наверное, не стоит по нему топтаться. Так, сейчас должна рука с хвостиком меня поймать, конечно, чтобы я отсюда выбрался. Давай. Тупая рука. Хватай меня. Так, хорошо. Дальше двери еще были... О-хо-хо-хо. Как их тут много. Надеюсь, это не тот вид игр, где пишут, что хоррор, а хоррор в самом конце 5 минут. Потому что я ненавижу, когда пишут фильм-комедия. Ну, из комедии там буквально 2-3 шутки и все. Здорово, призрак Базила. Души друзья, пострадавшие по нашей вине. Можем ли мы назвать их друзьями? Как бы я не хотел, этого вещь не богат быть такими же, как раньше. Но почему часть меня все еще цепляется за это? Да ли у нас еще осталась надежда, Санчаус? Так, и зачем ты это сделал? Ой. А это не я сделал. Почему? К всему, чему я прикасаюсь. Как это что-то портится, а? Еще раз. Да, что это такое? Ты специально что-то снимки зачеркиваешь? Да прекрати ты это делать. Куда бы я ни пошел, везде эти снимки будут нас поджидать, да? Но в любом случае мы еще... Ой. Какой-то пришибленный чувак. А, это такая огромная локация. Думал, мы уже по кругу прошли. Не, а ну все фотки зачеркивать, а то тоже как бы с ума сойти можно. Вы что? Куда мне идти? Где тут выходы? Где ключ? Так, ну хотя бы влево и вправо, тут точно по кругу идешь. А то вверх и вниз нет, это плохо. Вдоль берега давай пробежим, возможно тут тоже будут какие-то ключи. Ага, вот, видишь? Тут в целом локация не настолько уже длинная. Так, по эту сторону. Хм-хм-хм. Вроде опять ничего не да. Хорошо, давай чуть-чуть вниз спустимся. Вот так вот должно быть что-то. Ага. Вдоль и поперек просто осмотрели весь пляж. Так, тут пока тоже нет ничего. Хорошо, еще чуть ниже. Ага. Хм-хм. Так, пока тоже ничего. Хорошо, значит еще ниже можем спуститься. Да сколько спускаться еще нужно? Что-то пока вообще не прикольно. Или чтобы отсюда выйти, мне нужно опять себя пырнуть, да? Так, мы уже около пляжа. Все, ниже некуда. Значит, тут где-то должна быть последняя. Должен быть последний снимок. Если его опять тут нет, получается зря все это делал. Так, ну эскеп я нажимаю и я не могу нажать. Значит, все, значит проблема в другом в чем-то. Может с тобой поговорить? Куда ты убегаешь? Нет, с ним я поговорить не могу. В фотке мы точно уже все нашли. Вроде как. Опа. Я в воду могу. Ныря... О-о-о-о. Так, ну с рыбами я никак не могу ничего сделать. Ага, вот и ключи. Зашибись, я веримо зря... Фотографии зарисовал. Правильно, давайте. Угу. О, супер дверь. В супер дверь мы потом зайдем. Сначала в обычный надо зайти. Или это эксклюзивная дверь пока что один раз появилась и потом не появится. Вот когда не играешь, ты не знаешь, как оно, надо туда или не надо. Ну то это, конечно, отвратительный внешний мир. Ох, слава богу, ты здесь, Аморе. Я думал, что ты навсегда здесь... Я думал, что я навсегда... Тьфу. Я думал, что я навсегда здесь застрял. Фух. Так гораздо лучше. Поверь, не могу, что ты пришел спасти меня. Я так по тебе скучал. Теперь, раз ты здесь, я наконец могу отправиться домой. Веди Аморе. Так я тебя уже второй раз спасаю. Ты чё постоянно попадаешь в неприятности? Ты чё? Прекращай это. Знаешь, я думаю, что... Пауков очень неправильно понимают. Они могут выглядеть довольно страшно, но... Они никогда не атакуют людей, если не ощущают опасность. И это не говоря о том, что они мои лучшие помощники в саду. Так как съедают многих насекомых, что вредят моим растениям. Всё дело в балансе природы. И я помню, как давным-давно ты рассказал мне, что большой паук упал на твое лицо, на твое плечо в момент, когда ты собирался нырнуть в озеро на нашем секретном месте. Я знаю, что этот паук наверняка выглядел для тебя страшно, но поверь мне, для него ты выглядел куда страшнее. Без обид, конечно. А не надо прыгать мне на лицо. Всяким паукам. Откуда взялась целая куча пауков? Я чувствую, как они по мне ползают. Может они просто здороваются? Привет, пауки! Это я, ваш друг Безел. А потом он умер от укуса паука. Па-бум-па-бум-пум. Мы тут даже бегать не можем, мы просто идём. Ай, они кусаются. Во-во-во. Ах, наверное, я пугаю их. Но паучки, все в порядке. Я не делаю вам больно. Не надо с пауками играть, это плохо. Пауки опасны. И чё это они решают, что представляет им опасность, а что нет? Чего они решили, что я опасный и на меня надо нападать, а? Их так много, я не могу их стригнуть. А, а море? А море? Пожалуйста, помоги. Так они же твои друзья, чё ты? Маленькие паучки скорбят о смерти, понятно. А, это всё чёрные-то пауки, что ли? Так, а где ключ? Так, я хотя бы бегать теперь могу. Отлично. О, отлично. Красные пути, это значит куда-то идут. Понял. Явно не сюда. Отлично. Ключ. А выйти я могу, если вернутия, естественно. Ну? Угу. Позитивная игра. А главное, многому учит. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Так, всё, есть? Ага, последняя дверь, да? Нет, ещё две. Две двери осталось. Скорее всего. Ну, я, по крайней мере, пробежался и пробежался, всё. Пока я больше не вижу. Угу. О, вот это прикольно. Я люблю дождь. Идём по следам. Мы знаем, что нужно идти по следам. Чаще всего они приводят нас куда надо. Так, отлично, ключ. А теперь... Угу. Так, с тобой надо поговорить или тут руки найти? Я скучаю по тебе, санчусь. Ты всегда был тем, кто мог меня выслушать. Мои проблемы и надежды, мои мечты. Ты знал их всё. Так, что если ты ещё там, пожалуйста, дай мымсла вам вновь тебя достичь. Ладно, как скажешь. Чё там? Руки, 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 руки. Идите сюда. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Поймайте меня. Ухватитесь за меня. Ага. Давай. Вообще обленились, ты видел? Руки уже не охотятся за мной. Это я должен их искать. Эти нормально? Так, последняя дверь, отлично. Ну не надо с цветами так давить на меня, ну это нечестно. Но я путешествовал, я был в другом мире, всё. Так, ага, вот ключ. Всё, я так понимаю. Ой, кто-то сдох. Очень странная локация была, мы её супер-быстро пошли. Ладно, главное, у нас теперь есть финальная дверь. А, не, во-во-во, вот ещё две-три. Что так много? Откуда вы взялись вообще? Я не находил столько букв, сколько вы мне дверей ставите. Да, ага. Психоделик, конечно, интересный, интересный. Если бы он ещё с самого начала был, было бы вообще великолепно. Ай, куда ты вышел? Игрушка, понял. А ключ где? Игрушка, понял. Тост. Так, я понял, сначала с тобой, наверное, поговорить надо, да? О, Амори, это правда ты? Как ты меня нашёл? Акелу Брихера с тобой? Я так по вам скучал. Я рад, что домик на дереве всё ещё стоит. А все над ним так старались вместе. Пошли домой, Амори. Так, ну это явно не дом. Ну не знаю, пока у меня очень вопросов и сюжет я не очень понимаю. Если с Соли Фейс, там примерно то же самое было, там у меня вопросов вообще нет. Там всё понял. Здесь как-то вообще нет. По крайней мере, пока что. А лифт? Интересно, куда он ведёт? Может, он отвезёт нас домой? Ну блин, ну я не уверен, что туда стоит заходить. Я пришёл по лестнице, и уходить по лестнице надо. О, ключ. Куда отправиться? А внеземья, бескрайний лес. Это не как наш дом? Правильно? Сейчас мы отвезём. Байзел домой. Вроде я им. А, там цветочки... Ну, скажу, дракон прилетал и спалил их. Ну, по крайней мере, я плевал каждый раз, что мы были внеземья. Ну... Это мы так долго едем, серьёзно. А хотя, пока мы здесь, могу я с тобой чем поделиться? А море? Чё? О, приехали. А чё-то говорить не будешь, нет? Так, и мы куда? Чё-то мы вообще не тут. Слышишь, чё за лифт? Мы рано вышли. Пока тебе море. Я, кажется, застрял. Не мог бы ты мне помочь. А у тебя голова застряла чисто? А? Ну, не повезло. Давай я хочу голову с собой возьму. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Ну, блин. Ну, реально, голову хоть на память возьми, что ли. Вот твой друг, как-никак. Что за скотское поведение? Так, а внизу будет что-то? То есть, вверху осталось две двери и всё, да? Да, вот эти две двери слева сверху. А? Да вы прикалываетесь? Они всё новые и новые, что ли, появляются? Чё за прикол? Ну, всё равно, разработчик не мог сделать. Их прям много. По-любому они когда-нибудь кончатся. А, ну если вот так вот делать, конечно. Сделать один рисунок и всё. И пусть он миллионный раз повторяется. О! А, плюс ещё мы тут тупо забрали ключ. Не, ну тогда-да. Так что нас штамповать можно тысячи. Посидеть пару недель и ух. Вот. Ага. Нет, всё-таки есть ещё дверь. Да куда ты? Да как ты? Ага. Опять. Ну давай, сейчас посмотрим. О, ну это быстро закончилось в прошлый раз. Он сказал, ты мне не сын, пошёл в ванную и всё. На этом всё закончилось. Так, пенёк это наш дом. Где мы прятались, судя по всему. Да? Амори? Псс. Амори. Я здесь. Та-да. Не ожидал увидеть меня. Я прятался под этим пнём с тех пор, как сюда попал. Я не очень хорош в самозащите, но я, кажется, неплох в выживании. В любом случае, я знал, что ты спасёшь меня, Амори. И я уверен, что мы сможем отсюда выбраться, раз уж ты здесь. Это место выглядит немного опасным, но я доверяю тебе. Ну здорово. Это он тоже каждый раз будет. Бу-бу-бу-бу. Да-да-да. Эй, Амори, ты ведёшь себя как-то холодно. Я взял что-то не так. Протите здесь на плот, да? О, это ж на маленьком плоту, да? Поплыть. Ой. Так, но я не управляю, он сам плывёт. Амори? Мне совсем не нравится это место. Тут небезопасно. Так зачем ты сюда пришёл? Тут тоже мне вопрос. Ну, хотя бы мы здесь вдвоём. Нет, ты сейчас умрёшь, скорее всего. Каким-то образом. Крокодил выпрыгнет из воды или упадёшь, утонешь. Хотя меня кое-что сильно беспокоит. Может меня выслушать? Куда текст сам исчезает? Я ничего не жал. Он каждый раз нам что-то хочет рассказать, но всё не может и не может. Может Бейзил умер, он говорил Амори, давай встретимся вечером, поговорим, а вечером он уже умер. Во, видал? Опять без башки. Куда мало деться его голова? Считывая, что он жил в городе, возможно, там есть... Там поезд, по-моему, был, но я не уверен. И железная дорога? Или Амори ножом отрезал голову ему, чтобы взять частичку Бейзила с собой домой? Ну, с собой куда-то, куда он уезжает? В депрессию. Ох, что ты от депрессивно лет. Так, ну ты четыре двери. Да вы прикалываетесь, было три, теперь опять четыре. Красная дверь, это, скорее всего, всё-таки финальная. Но я пока туда не хочу идти, пока... Ух ты, шьё. Так, ну это вызвало быстро, это довольно-таки быстро. Там было зеркало, но поздно. Я уже зашёл сюда. Так, отлично, три двери осталось. Теперь, я думаю, точно три двери. Больше мы ничего нигде не видели. Всё, осталось только вверху, три двери. Сейчас останется две. Главное, чтобы Бейзила тоже так быстро пробежались и всё. Да, отлично. Ещё одна супер-быстрая дверь. Хорошо. То было, как будто бы в больнице лежит, да? Как будто бы больница какая-то была. Угу. Башка? Что? Башка наши си... Нет, это друзья. Вылезли из какой-то... Что? У-у-у-у-у-у-у. Хе-хе-хе. Так, ну друзья наши все умерли, я так понимаю. А чё такое случилось? Вы бы это лучше рассказали. Так, давай ещё одна дверь. О, отлично, это финал уже. Ну, последняя дверца и всё. И опять Бейзил. Амори, ты здесь? Я так рад. Я пытался найти выход, но... Только терялся снова и снова. Мне жаль. Ты, наверное, устал постоянно меня спасать. Может, мне стоило постараться? В любом случае, теперь, когда ты рядом, всё в порядке. Пойдём домой. А это, наверное, выдуманный мир, в который Амори попал после потери друга, да? Угу. Всё это время я просматривал свой фотоальбом, чтобы не скучать. Каждый раз, когда мне становилось страшно, я смотрел на наши счастливые воспоминания. Это очень помогало мне сохранять надежду. Мне кажется, что некоторых фото не хватает, но... Может, я просто надумываю. Как там Обрик, Кел и Хира? Надеюсь, вы не слишком обо мне волновались. Не могу дождаться встречи с ними. Ахира, это ты? О, блин. Смотри, это Хира. Амори, смотри, это Хира. Ты не говорил мне, что он уже здесь. Ну и Хира, ты тут стоишь. Ух ты. А я, подожди, нет. А меня сейчас обратно откинет. Ньют. Руки мне помогли. О! Кел обри. Я так рада увидеть вас, ребята. Как ваши дела? Вы по мне скучали? Стоп. Что вы делаете? Ай. Ой, неприятно, конечно. О, море. И че, я буду просто стоять? Или мне добить надо? А он уже умер. Ну и че вы делаете? Кел и Обри снова ругаются. Можно было подумать, что со временем у них поубавится запало. Но они все еще полны энергии. Блин. Обри всегда получают то, что хочет. Привет, Амори. Мы надеемся, что ты скоро объявишься. Лучше поиграть в карты с нами. Мы вот-вот начнем новую игру. Фу. Вы какие-то стремные. Так а че мне делать-то, Алё? И чего? Тут были руки терехние. О! Откуда ты взялась? За деревом пряталась, что ли? Так, наконец-то все, финальная дверь. Надо было сначала сохраниться. Это я так заклепусь каждую дверь, потом заново открывать, если вдруг что-то случится. О! Снег! Прикольно. Дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ. Ой, это прям сразу Undertale напомнило. здесь никакой битвы с боссом сейчас не будет потому что это перебор по корзинка для пикника так ну давай сохранились ладно но на всякий случай пусть будет то что мне еще кажется что сейчас будет босс ой почему-то мне кажется вас церковь обри а море кикелка как она там обрезать это море kill hero об но облик получается как тогда мою сестру 2 ух ты ага тень правда находится здесь ты бежал от нее так долго но в этот раз ты а мы предстанем перед дни вместе так и что за правда а зачем вас почему вы все так закончилось зачем вас мне не так жаль прости жалей ты меня мой лучший друг хочешь пасти базила да конечно только не ножом пожалуйста а чего ты вошел в базила что нужны срочно пояснения что тут происходит зачем это все опять тень базила пока внятного сюжета не вижу только стоять догадываться ну пошли раз зовет чаю не будем заставлять ждать давай пойдем вместе а чуть а глаза красные такие ой что сделал так ну ладно пошли раз нас приглашают может чай будет не люблю чай сок 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 я люблю давайте сок так вот видимо по этим кровавым следам базила или возможно это просто банка с джемом протекает тогда надо спешить слышишь тогда она все протечет кончится и и все я ничего не путь а вон бутылка с кетчупа вид по видишь бутылка это кетчуп а это палец зря я проверял для меня это бутылка с кетчупом было тогда подожди слишком много пальцев хотя целом 1 2 3 4 5 20 нормально пальцев здорово базил сатана мне так жаль попростишь ли ты меня мой лучший друг типа базил убил всех друзей а море потом покончил с собой а море такой да ну нафиг и такой все то куда я в депрессию пожалуйста мне больно скажи им отпустить эти руки это души кого убил базил стоит что ты делаешь скажем прекратить пожалуйста скажи бы остановиться ты порнул базила как будто бы ты должен был руки резать не а руки резать дошло ну я сижу тупо сам угадываю что тут за сюжет а лева можно прям в лоб сказать ну хотя бы в лоб намекнуть может я неправильно догадываюсь ну хотя абстракция она такая ты должен сидеть угадывать же автор ничего не имел ввиду а ты сидишь такой глубокий смысл так и что за ладошка но у меня денег нет а хотя мы накопили до хрена как глубоко ладошки символизирует что есть 10 пальцев у человека и 7 жизни у котов а о море 2 ухо согласен да ты посидеть ну правильно он устал ну действительно сколько он выпусков же бегает бегает ни разу не отдыхал часа посидеть молодец теперь ты король рук и что это значит а мы на этом моменте до 2 так и я думаю что нам нужно телефон вон тут взять который уже михайда старый компит да не это как телефону ну ладно спи не буду тебя будить второй раз раз первый раз не получилось так и чё нам делать не на улице не хочешь но объясни отчет хочешь кушать писать погулять что а это чё на ковер нас салика будто уже ну и чё вы мне предлагаете так может нет пырнуть опять я нельзя так с этой стороны чё у нас о пианино так но я кроме белой жопы ничего не вижу что кто-то кто это нет но те стране обрета подруга марии марии сестру зовут здарова ты кто знаешь я всегда любила вальсы это сестра поэтому я выбрала эту песню на концерт но тебе она никогда не нравилась да то как я часами сидела за пианино все эти репетиции проигрывания песни снова и снова когда ты в первый раз взял в руки свою новую скрипку ты так хотел сыграть со мной но поспевал за чем-либо не так уж легко может я слишком на тебя давила прости мне хотелось чтобы все было идеально у нас так и не вышло сыграть на последнем концерте хочешь сыграть со мной сейчас ой ты меня напугался чего прости что вот так ворвался я могу покляться будто слышал музыку должно быть тебе сильно не хватает марии для меня это тоже грустно ну хоть расскажите что с ней произошло типа о море я помню что он что-то вроде чуть не утонул море полезла его спасать я так понимаю спасла она сама утонула это оно или нет я до сих пор думаю о ней каждый день я просто не понимаю почему она решила нас покинуть таким способом но я знаю что она хотела бы чтобы мы были счастливы даже без нее такой уж и на человек тебе правда стоит отдохнуть иди наверх я скоро к вам присоединюсь а типа кел уже храпит нормально так так не туда хотя что это не туда потом все заново вот это я не хочу давай лучше сохранимся так это дверь так что ж такое как так все абсолютно двери обошел и ни одну не зашел правильную все ну давай видимо я тоже спать должен очень мягкая кровать спать конечно а остался один день такой же был один день нет у нас уже оставался один день должно быть теперь ноль чё за приколы может теперь скажу что осталось ноль дней так телефон да блин я заметил список поручения твоей мамы но и сделал их все ты не против еще я завтрак приготовил спускайся поешь пока теплый кел уже вторую тарелку наворачивает у тебя новое сообщение привет сон чего с этом амуля ты там в порядке ты не отвечаешь на мои звонки голосовые сообщения ночью если ты продолжишь меня игнорировать я снова начну волноваться надеюсь ты правильно распределяешь свое время в делах по дому думаю даже у меня не вышло бы закончить все в один день ты навестил кела если нет то ничего страшного я понимаю дело все сон темпе кстати можешь проверить шкаф внизу если там что-нибудь что ты хочешь оставить мы наверное просто выбросим все что тебе не нужно осталось два дня до того как я приеду и заберу тебя ладно пока что это все маму и тебя любит пока сладкий два дня говорили один день алёк ученый кидывать день за днем день за днем так шкаф внизу кстати это дом почему-то похож на замок космо бойфренда где шкаф вот это мамина коллекция книг я понял . за час я стоит начать и кушать пока я все не умею с беконом я уже покончил еще в тарелка бекона с было жару спасибо огромное бро кто бы это мог быть пойду открою дверь а я твой бекон сашу так быстро-быстро пока его не это блин наверное пришла а я бекона наверно а не доеден завтрака бекон ну чё а это этот очкастый козел а что там происходит стопки а теперь я вся измазана в яйцах прости просто тебя не ожидал увидеть последнюю очередь к слову что ты тут делаешь я как раз собирался сказать дело в это все в обли она не открывает ни входной дверь ни черный вход даже не реагирует на камни которые я бросал ей в окно вчера она была очень расстроенной в этом точно как-то замешаны говорите что вы с ней сделали чем мы не делали проблема это в ней погоди келл если обли настолько расстроена мы должны хотя бы попытаться что-то предпринять речь об обли мы же все общались с ней когда были детьми тебе не было там когда она толкнула бы силовой не было тем кидин она толкнула без на позе на говорим же она теперь совсем другая не стоит им возиться с такими людьми она и правда изменилась но это не значит что я не не волнуюсь так обрит толкнула бейзила в озеро бейзил утонула море прыгнула его спасать но сам чуть не утонул поэтому мари прыгнула спасать а море поэтому спасла на море облизилась сама утонула так что и даже если она этого не показывает уверен обре тоже она волнуется такой уж она человек и потом сомневаюсь сегодня последний день отъезда санчоус я никак не могу допустить чтобы все так закончилось до отъезда санчоу саскали все мы должны хотя бы попробовать не поговорить ну я и санчоус можем пойти с тобой наговорить с ней будешь ты может к тебе на и прислушается спасибо кейки спасибо что попросил на нас о помощи ты хорошая подруга почему быть и не пойти 1 встретимся на месте до скорого так я так понимаю теперь к ней надо идти но я пожалуй сохранилась когда найду нужную дверь о с первого раза нужно отлично это комната мари скорее всего на этом все может подписаться на канал чтобы вести следующую серию и скоро увидимся